Девушки отдыхают 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 они русских слов приезжали в Москву, на них как-то косо смотрели. Есть и другие неблагоприятные социальные, психологические, культурные, исторические и прочие последствия. Какие сегодня основные проблемы изучения национальных языков? Первое. Несколько языков искусственно объединяются в один язык. Ну, например, карелы. Четыре языка. Карельский, ливекский, людекский, язык тирских карелок. Считается, что это один язык. Юкагирский, североюкагирский, южноюкагирский. Говорят, что это один язык. Затем не признаются самостоятельные языки со сложившейся литературной традицией. Ну, например, приезжая в составе Совета по правам человека при президенте Мурманскую область и Архангельской области, мы с удивлением обнаружили, что язык поморов, он не просто отличается от русского языка. Это язык с очень богатой литературно-духовной традицией. Ну, сегодня нам говорят, поморов такого народа нету, это этническая группа русских языка, такого нету. Ну, и разговоры, что нет такого языка, очевидно, если сейчас не принять экстренные меры, через 20-30 лет язык просто исчезнет с лица земли. Третья проблема – не готовить учительские кадры. Четвертая проблема – отсутствует мотивация изучения родного языка у детей и молодежи, а также семьи. Пятая – ликвидируются национальные детские сады. Шестое – нет национального интернета и национального радиочеревидения, не издаются национальные учебники, не ведется преподавание на национальном языке, в том числе национальной истории и национальной литературе, и не определен статус языка. Очень глубоко говорила наша выступающая Анна Владимировна о том, что надо защищать государственные языки. Но извините, друзья, вот те 23 языка, что сегодня являются государственными, всю политику защиты национальных языков коренных народов свести к этому нельзя. Почему? Потому что вот я недавно вернулся, например, из Омской области. Я с большим удивлением на руку, что там есть немецкий национальный район, и, слава богу, у нас есть политика создания национальных районов, хотя и не та, что была в начале 30-х годов. И, конечно, очень важно определить статус языка. Район — это язык, язык областного меньшинства, местный язык, но статус должен быть. И там, где компактно живут представители национального меньшинства, должны, конечно, появляться надписи улиц, городов, гаишных различных вещей на этом языке. Какая сегодня с вами у нас ситуация? В 19-18 веке на территории современной России вымерло по меньшей мере 26 языков. Эта тенденция, как я уже сказал, продолжилась в 20 веке, не менее 7 языков вымерла. И если в 2001 году ЮНЕСКО говорило нам, что на грани вымирания находятся 900 языков, из них 26 в России, то в 2009 году тоже ЮНЕСКО заявило, что из 6 тысяч языков мира на грани вымирания находятся 2500 языков, из них в России 131 язык. Это язык, у которых носители сегодня меньше 20 тысяч человек. И как уже Анна Владимировна отмечала, эти языки являются бытовыми, они звучат в семьях, иногда очень так скромно звучат в школьных зданиях, как, например, саамские языки, которые изучают всего в трёх школах на всей территории Мурманской области. Ну, а вы, увы, они выпали из сферы делового общения, науки, чуть-чуть сохранить с культурой и так далее. Есть, конечно, друзья, опыт оживления языков, ревитализация. Например, был ревитализирован Мэнский язык в Англии, Кликорнуэльский язык. Но у нас, к сожалению, позитивного опыта ревитализации нет, хотя вот я уже упоминал саамский язык, Акала, сейчас есть семья в Мурманской области, которая пытается этот язык оживить. Потому что какие языки сегодня находятся на грани вымирания? Ну, я уже сказал их очень много, ну, вот я назову несколько языков. Удыгейский язык владеет менее 40 человек, самый молодой из них 29 лет. Кирекский язык владеет 10 человек, Алиторский – 25 человек, Науканский, Эскимоский – 100 человек, Алиутский, Медновский – 5 человек, самый молодой – 77 лет, все остальные старше. То есть государство сегодня должно бить во все колокола. Мы сохраняем тигров, мы сохраняем каких-то исчезающих животных и растений. Но почему мы не сохраняем исчезающие народы, которые для нашего духовной безопасности, для нашего культурного самочувствия играют не меньшую роль, чем уссурийские тигры или какой-нибудь необычный вид орхидеи? Что, с моей точки зрения, сегодня необходимо предпринять? Что бы я хотел видеть в резолюции и в нашей с вами практике действий? Первое, конечно, это введение обязательно изучения родного языка. У нас с вами нет добровольного изучения математики. У нас нет добровольного изучения физики. Мы достаточно умны, чтобы понять, что это не может выбираться ребенком 10 лет, но не может ребенок 10 лет понять, что ему потребует через 5 лет. Часто не может и семья быть эффективным менеджером будущего своего ребенка. Понимаете? И семья допускает ошибки. Как исчезали эти языки? Представители взрослого поколения говорили детям, забудьте про это, это вам не нужно. Все. Язык, который просуществовал, а вот некоторые языки, то есть, что я вам назвал, ну, например, я назвал вам самый югский язык, да, югский язык, то есть, который просуществовал 15 тысяч лет. Он 15 тысяч лет назад в длины Саткетского. И вот сколько поколений его сохраняло. И вдруг пришли самые умные на эту землю и сказали, все, те, кто жили нас, полностью идиоты, нам все это не нужно, это ненужное знание. И выбросили их. Итак, первое, это обязательно изучение национального языка. Второе, это государственная поддержка бесписемных языков. У нас с вами сегодня около 30 языков бесписемные. Ну, как вот показывает опыт Дагестана, там у двух языков была разработана письменность 10 лет назад. Ну, тексты на этой письменности не появились между моментом разработки письменности и моментом, когда люди осознали у нас есть своя письменность и начинают эту письменность пользоваться, проходит жизнь целого поколения. И это надо все поддерживать государством. Третье, это отнесение духовной языковой культуры к объектам нематериального духовного наследия ЮНЕСКО. Все хорошо знают, что такое объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, но есть также нематериальное духовное наследие, которое тоже подлежит регистрированию, включению специальной реестра и поддержке. Четвертое, это, конечно, подготовка учительских кадров в обязательном порядке и востребованность учительских кадров. Часто мы видим, как для, например, народов Дальнего Востока в Питере в институте Герцена готовят кадры, приготовили, скажем, 10 учительей нивского языка, они все в Питере и остались. В семье домой никто не вернулся. Должна быть мотивация, должны быть какие-то стимулирующие доплаты для того, чтобы люди хотели к себе приехать и сделать. Дальше, товарищи, это, конечно, наверное, я думаю, разработка федеральной целевой программы по сохранению и развитию национальных языков. Затем, коллеги, это, конечно, коренных языков коренных народов России. Затем, конечно, это развитие культуры многоязычия. Вот мне сложно говорить про Швейцарию, и все-таки мне казалось, я швейцарские тюрьмы посещал, и я видел, что, например, в кантоне с французским, с французской речью, когда туда попадают люди немецкоговорящие, я имею в виду заключенные, им сложно общаться с персоналом, вот не знает там персонал немецкого языка. А есть очень интересный штат, где есть четырехязычная культура, сохраняющаяся несколько столетий. Это Гоак, где многие на 20 лет отдыхали. Там родной язык Канкани, никто его не собирается забывать. Одновременно они знают Телугу, это язык соседнего штата, знают Хинди, когда ни на Канкани, ни на Телугу совсем не похож, и чудесно владеют английским языком. И у них, а некоторые португальским языком, у них четырех-пятиязычия существуют уже, наверное, в десятом поколении, и не приводят к забыванию своего языка. У нас с вами сегодня переход, я уже не говорю, в трех-двухязычию, это первый шаг к забыванию национального языка. Вначале дети двуязычные, внуки уже двуязычные относительно, правнуки уже не двуязычные, просто помню, что где-то там у них был татарин, где прадедушка, а про правнуки уже забыли это. Ну и, коллеги, по поводу того, что сейчас делать, конечно, я думаю, что мы с этими поправками должны бороться. Они, я убежден, направлены на безопасность нашей страны, они направлены на то, чтобы под видом заботы о добровольности изучения языка столкнуть между собой народы России, столкнуть между собой культуру России, что опасно для будущего страны. Ну и в итоге развалить страну, совершенно правильно. Здесь, я думаю, два главных шага. С одной стороны, изготовление научных заключений историков, лингвистов, этнографов, социопсихологов, юристов, разумеется, которые с разных сторон будут прогнозировать последствия применения этих поправок, а с другой стороны, конечно, широкий массовый сбор подписей, который был бы направлен президентом Государственной Думы. Ну и заканчивая, я хочу сказать, что, наверное, кто-то, кто меня знает, в курсе, что я член Совета права человека при президенте. Я готов инициировать заседание Совета по этому вопросу. Мы с Михаилом Александровичем это уже обсуждали, мы уже планировали такое мероприятие. Ну и вот здесь упоминались тюрьмы. Основное мое направление – деятельность, это защита прав человека. В местах лишения свободы, пожалуйста, если какие-то будут проблемы возникать, выходите на меня в рабочем порядке, оперативно. Я буду пытаться острые проблемы снимать, по крайней мере, когда там какие-то идут жуткие нарушения, которые требуют немедленного вмешательства. Спасибо. У меня есть вопрос. Да? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, очень понравилось в Ваше выступление, но занимая вот такой высокий пост общественный, скажите, пожалуйста, какая перспектива разрешения данной проблемы с Вашей точки зрения? Ну, Вы знаете, я думаю, что у нас есть возможность противостоять этим поправкам. По крайней мере, если они вызовут массовое народное возмущение, либо они не будут приняты вовсе, либо они будут приняты, ну, скажем так, условно, как Вы помните, закон об иностранных агентах вначале был принят в очень жесткой редакции, да, то есть буквально он всех может... А потом там вносились, вносились, вносились поправки, и сегодня частично его последствия смягчены, хотя, конечно, они не... Мы не вернулись в той стадии, в которой была ситуация была до него. Поэтому, ну, я думаю, что эти поправки можно отклонить, если будет консолидированное выступление, если они попадут в створ общественного внимания. Заметьте, по ним наметила слушание общественная палата. Ну, кто нужно, на них надавил, и они сказали, мы переносим эти слушания на неопределённый срок. А эти два за часами... Да, помните, они же как говорили, что приходите, да, и вдруг перенесли на неопределённый срок. Ну, с товарищами переговорили в нужных кабинетах. Я думаю, что с народом в нужных кабинетах не переговорят. Я думаю, что вполне возможно, если возмутятся учёные, если возмутятся правозащитники, если особенно возмутятся национальные элиты и представители национальной интеллигенции, общими усилиями мы сможем эти поправки остановить. Спасибо. Ещё вопросы есть? Да, ещё. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а в чём причина заключается сокращение языков в России? Главное, что... Вы знаете, я думаю, что причин очень много. Они лежат в створе глобализации. Я думаю, что основная причина – это стремление создания в мире одного или двух суперязыков. Потому что то, что сегодня пережил терекский язык, завтра переживёт татарский, ну, русский язык, он вовсе от этого не защищён. Завтра нам скажут, что нам этот язык не нужен. Подумайте, какой-то Пушкин там не нужный, какой-то Толстой. Я думаю, что это идея такой глобальной глобализации. Ну, а если брать на современном этапе, мы видим, что боятся национальных движений, люди идут молиться Аллаху, начинают искать экстремистов там, где их в принципе не может быть. То есть это подмена понятий, это создание видимости, имитация работы органов безопасности. То есть различные интересы здесь вместе спрелились. Вот заметьте, например, я уже упоминал Саамов. Вот у Саамов в Западной Европе народ живёт в четырёх странах мира. У них там есть национальный парламент. То есть финский национальный парламент. Никому в голову не приходит Саамов в Финляндии обвинять в том, что они некие сепаратисты и куда-то хотят присоединиться то ли, не знаю, к Северному полюсу, то ли к Республике Полярных Медведей. Как только наши две тысячи Саамов заговорили о национальном парламенте, немедленно появились граждане в штатском с различными удостоверениями, с корочками на разные фамилии каждой, и начали выяснять, вообще не являются ли они агентами финляндской или спизовской разведки. Понимаете? То есть, к сожалению, различные интересы различных недобрословистых структур здесь привлечь воедино. Понятно. Ещё вопрос. Можно? Я не могу, кстати, задать. Вот у нас депутаты, они стоят на защите нашей Конституции. Так, правильно? Ну, должны, по крайней мере. А как обратиться или как наказать депутатов, которые инициируют антиконституционные законы? Вот, например, о языках. Никак. Это прямое нарушение. Они законодатели. И они... Отвечаю. Никак. И института императивного мандата у нас нет. И института депутатского наказа у нас нет. И институт отзыва прописан так, что лучше бы его не было. Ну, фактически его тоже нет. Понимаете? Поэтому, что можно сделать депутатами? Приходить на личный приём и с ними разговаривать. Я должен сказать, что вообще депутаты часто не знают, что они делают. Вот есть одна депутат, Госдума была, она погибла, трагедически не буду назвать её фамилию. И мы с ней дружили. И я к ней прихожу и говорю, слушайте, она очень много, кстати, большую роль сыграла для защиты национальных меньшинств. Это депутат. Я к ней прихожу, говорю, знаете, что Дума приняла такой закон? Кладу ей текст. Она говорит, что за идиоты это написали? Я говорю, знаете, там ваша фамилия стоит. То есть люди просто не читали. Там огромный объём информации. Если вы помните, например, принятие УПК, это гигантский текст, в котором было 8 тысяч поправок, люди приняли за полтора часа. То есть они не читают, они не вникают. Если вы к ним пришли на личный депутатский приём и актуализировали в их голове информацию, и они знают, что потом вы им позволите, если их спросите, они совсем будут иначе действовать. Но я думаю, что надо просто идти с этими людьми разговаривать. Ещё есть вопрос, пожалуйста. Где-то полгода назад в Шкарле была конференция, и один директор совхоза, Мари, сказал следующее словом. Есть великая река Волга. Как она подпитывается? И в неё подпадают источники чистой реки, как и ледь, и всякие родники. Как только высохнут эти реки, источники и родники, великая река Волга высохнет. Есть народ, великий русский народ. Как она подпитывается? Она подпитывается малыми народами Российской Федерации. Как эти малые народы исчезнут, так будущего великого русского народа не будет. Поэтому эти слова, пожалуйста, передайте. Вы знаете, вы абсолютно правы, но для того, чтобы эти вещи понимать, люди должны иметь историческое мышление, должны иметь историческую память. То есть я сам принесу к русскому народу, я очень люблю свой народ, но я должен признать одну не очень хорошую штуку, что русский народ от большинства народов мира отличается очень, ну, скажем так, пониженным коэффициентом исторической памяти. Увы, это не наша сильная сторона. Ну, тут еще, с точки зрения филолога, вот смотрите, для общего развития ребенка как минимум до 7 лет специалисты говорят, нужно учить как минимум 3 языка. Только вот я недавно был в Эстонии, вот я был там в семье, в Марийской семье, жена Утмуртка. Дети знают Утмуртский, Марийский, Эстонский, Английский и Русский. То есть у ребенка в этом 7 классе сразу проявился талант к музыке. Он уже на уровне взрослых, там участвуют в всяких музыкальных мероприятиях. Другой поменьше, 5 класс, сразу проявился талант к математике, шахматам. То есть вот, у нас все дети в России рождаются талантливыми, но, к сожалению, они из-за того, что вот знают мало языков, у них нету возможности проявлять свои таланты. Чисто и один из ключевых моментов, что они не полиязыковой культуры. Вы знаете, я с вами согласен, но вообще вопрос о том, я пытался найти исследование в нашей национальной науке, как многоязычное влияет на развитие ребенка и на повышение его, скажем так, статуса, ну, повышение его достижений. К сожалению, я последнее такое научное исследование, оно было датировано 1922 годом. После 1922 года я таких исследований не нашел. Но вообще вы прекрасно понимаете, что стремление к единобразию, стремление к тому, чтобы все было одинаковое, это фишка любого авторитарной власти. К сожалению, мы близки к авторитаризму. Если даже вы возьмете у вас в Юшкар-Эле, помните борьбу с вашими язычниками, с Виталием Танаковым, другими волхвами, которые, в принципе, ничего, с моей точки зрения, опасного, плохого не делали. Они просто пытались восстановить марийскую национальную религию. Даже это не неуязычество, а язычество как таковое. Ну, совершенно, с моей точки зрения, не безобидные люди. Тем не менее, вот их сектор не подадут ребенку. Это связано с прежним руководителем. Это он искусственно создал, он, будучи преступником, пришел, искусственно создал национальную проблему. Вадим Кугулак собрал криминалы коррупции и направил в титульные нации. Вот насчет единой площадки. Все-таки еще раз повторюсь, одноязычный мир – это источник однополярного мира. Но наша страна категорически борется против однополярного мира. Поэтому мы должны четко понимать, куда мы катимся, куда мы стремимся. Против однополярного, но не однополярного. Еще вопросы. У меня вопрос тогда. Значит, вот вы говорили об обязательном обучении родным языкам. А какой механизм вы себе представляете, когда у нас отсутствует, отметина в паспорте, что мы такой-то национальности, а Жерновский говорит, что вообще вас нет. Я вижу следующий механизм. Должно существовать две параллельные друг друга взаиморазновешивающие структуры. Одна структура – это национальное землячество, что делает перепись тех людей, которые хотели бы изучать свой язык, и которые, ну, хотя бы формально относятся к какому-то своему народу. И это система образования, которая изначально заранее, вот ребенок, ему три года, он пошел в детский сад, и мы уже прогнозируем, что через четыре года этот ребенок придет в школу, и там должен быть кадр, который будет его изучать, обучать национальному языку. То есть это планирование изучения национального языка, по крайней мере, с перспективой на 10-15 лет, чтобы нам была ясна потребность в кадрах, в учебниках, в помещениях, в технологиях, методиках, в дидактических пособиях и так далее. И, наверное, это должно быть элементом, я бы это вел, вот вы знаете, что президент, главу каждого субъекта федерации оценит по определенным критериям. Ну, там разные критерии, это уровень смертности, рождаемости и так далее. Вот сохранение национального языка, национальной культуры должно стать одним из тех 20-30 критериев, по которым оценивается деятельность главы субъекта. Да, но на уровне личности это все вот добровольный выбор получается. У нас отсутствует всякая документация. Ну, понимаете, ну как вот добровольный, я думаю, что очень по хорошему пути пошла республика Коми. Они ввели, вот насколько я помню, три года назад обязательное изучение языка Коми. В 11-м, да? Вот. И вот я сейчас был, например, в городе Печорье, и там я общался с русскими ребятами, ни одного ребенка Коми я там не обнаружил, но эти русские ребята, они знают Коми язык, он им нравится, и он им интересен, и это действительно дало хорошие результаты. Интересно, это уже у родителей, государственного языка национального. При этом родители там поднимают компании, русские, ну вот местные не Коми родители поднимают там очень шумные компании против изучения обязательно Коми языка. И вот, в общем, пересматривают свое отношение к нему. Вы знаете, очень интересный опыт в Удмуртии, там министр национальной культуры Буранова, она разработала целую технологию, как повышать мотивацию, начиная там от комиксов национальном языке, заканчивая мобильными приложениями в Удмуртиском языке. И мне кажется, это работает. Андрей, и кто-то тут еще упоминал о единстве территориальной целостности в России. Почему-то они болеют по этой теме, но готовы ли вы бороться за это в ущерб коренным народам России и в условиях, когда народы дискриминируются, проводятся национальные репрессии и в том числе агрессивные действия по уничтожению национальных языков России. Нужна ли нам такая территориальная целостность и единство? Коллеги, этот вопрос надо задать в Сомали. Надо приехать в Сомали, где этот вопрос задался 25 лет назад, узнать, сколько у каждого было убито, когда утратили национальную целостность, и к этому вопросу вернуться. Съедете в Сомали, и ответ будет получен. Друзья, вот кроме Чехословакии, что-то я не припомню. У меня вопрос в момент такой. Вопрос сохранения малых языков, говорят, по бюджету. Я хочу сказать обратный пример. Вот у нас Мариел, в начале до 2000-х годов народ был более такой среднего класса. Потом мы за последние 15 лет правления перешли бедных, сейчас мы нищие. По России исчезло более 30 миллионов сельских деревень, там, сел. Но у нас деревни живут, села живут, но мы живем в нищете. И одним из самых ключевых факторов является национальный фактор. Молодежь все-таки остается из-за того, что они общаются по-марийски, и они Мари. То есть, вот это исторический корень, они вот стержень, все-таки держат. Как только они будут моноязычными, они потеряют свои родные языки, считают деревни и села исчезнут. Все-таки вот это стержень, он, это ключевой фактор. Это противодействие искусственной урбанизации, да? Ну что, еще есть, вопрос. Можно мне... Андрей, пожалуйста. Игорь Чехотин, бизнес-тренер. Я так, по-деловому немножко задам вопрос. Русский представляет здесь дипломатический курс. Смотрите, у меня вопрос к трем выступающим, которые представляют такую элиту, которая работает в правовом поле. И разговор здесь ведется с точки зрения русский, кумык, татарин, чечен и так далее, и так далее. Кто здесь не россияне? Как можно разделить нас? Спросите президента. Так вот, разговор-то получается как бы между национальностями. А может быть, всем национальностям надо объединиться, представителям вот нам, всем людям, да, человекам. А вот заводняйте. А работать... Ну так вот же, с него же начали, да. Мне первым его показали. Так вопрос-то к чиновникам. Там что, нет чеченов, нет татарин. Ну так вопрос-то не межнациональной возни, которую пытаются... Понимаете, я не думаю, что это происходит искусственно. Искусственно происходит урбанизация, глобализация. Это да. Просто мы становимся заложниками, крайними этого. Так не надо нам между собой выяснять отношения. Надо сплачиваться и выяснять отношения как раз в правовом поле с теми людьми. Не важно, какой там ценность они сидят. Важно, какое место они занимают. Я сам был чиновником, я оттуда шел, потому что я понял, что вот это не мое. Надо идти к этим людям, которые в этих креслах сидят. Независимо от того. Так ведь? И тогда формировать действительно диалог, который приводит к результату. Кто-то не принимает. У него отдельно там это... Дайте еще минуту, я вам скажу. Когда в свое время был закон о едином налоге на имененный доход, были выставлены очень жесткие рамки. Я буду... Мы создали Союз предпринимателей. И поняли, что все предприниматели уйдут в никуда, потому что такие налоги платить невозможно. Мы собрались по разным группам, каждый выставил ту сумму, которую он мог посильно платить. и поехали в округ. И преподнесли это чиновникам. И, знаете, вот у нас первая встреча была с командой для чиновников. Вот стол, и там волк, и тут собаки. Готовы были вот просто задушить друг друга. Вот так были эмоционально разогретых. Когда мы собрались и поехали поездить в округ эти документы, как они обрадовались. Там сидят девчонки. Они говорят, мы ничего не понимаем. Нам дали там какой-то короткий срок на то, чтобы мы создали этот закон и спустили. У них там свои понятия отчетности и работы. И когда мы им это дали, они быстренько заполнили все эти таблицы этими цифрами, и до сих пор тот закон работает. Понимаете? Надо туда идти. Ну вот, господин Башкин, об этом я говорил. Надо идти и разговаривать. Не крайних искать. Это бесполезно. Это какой был год? Не важно. Это очень важно. Это не важно. Я говорю о ключевом моменте во все годы и во все времена. Понимаете? Вот это и было предложение сделать следствие и мы проводим. Так вот это. Я про это как раз просто я хотел бы услышать ответ, реакцию ребят, господ, которые занимаются именно в правовом поле. Насколько это реально. Ну давайте начнем. Я про это. Давайте. У нас так нет. У меня-то как вопрос. Я Дагил Хасанов. Я вам отвечу. Во-первых, я вас разочарую, никакого правового поля России нет. Вы абсолютно ошибаетесь. Видимо, давно не сталкивались нашими судами. Я вам привел пример свежей, трехдневной давности заместитель министра юстиции Российской Федерации Гальперин, уполномочий представитель российской власти в Европейском суде. отвечая на жалобу шейха Махмуда Велитова, говорит, он злоупотребляет правом, обращаясь в Европейский суд, защищая свои права. О чем вы говорите? Мы ходим везде. Вы зря думаете. Тут нет, тут разные. Я кумык, он чеченец, он татарин, тут азербайджин, все есть. Мы же собрались все. Подождите, там написано единый народ. Я вам говорил о тюркском площадке Руси, чтобы это не умалчивали. Мне это имеет значение. Для меня важно. Национальное воспитание культурное определяет отношение к закону. Национально культурное, я добавил, религиозное воспитание человека определяет. Русский, Китай, из чеченец, кумык не одинаково относятся к закону. Тот закон, где не учитывает наши адаты, обычаи, традиции, основу, права, это не наш закон. Кто применил, куда идти? Вы хотите сказать, у нас есть площадки, что могли бы достучаться до президента? Вот Максим Щевченко, будучи комиссией, видимо с вами, высказался по поводу одного моего поджащитного, имама Велитова, не Велитова, это как его, Магомед, Нави Магомедова, Дагестане, осудили тоже за худбу. И что? Президент сказал, слушай, пока мне нужно материалы, спокойно, он говорит так, он очень спокоен. Дайте мне материалы, и что? Ничего не решено. Человека отправили в Омск, все нарушается. Поэтому, к сожалению, я же вам объясняю, отсутствие независимого судопроизводства, непонятный принцип подбора судей. Мы идем в суды, защищаем религиозные ценности, да, может быть там и сломофоб сидит. Я не знаю, кто он в мантии, я не знаю, кто он такой. Хотелось бы знать. Поэтому, когда суды зависимы и по команде принимают по следующим, мы живые, как вас. Может судья внестрит, где-то заправка и говорит, ты извини, ты все сделал, но тут так. Я слышу это. Я думаю, что за люди. Вот такая страна. Поэтому у нас нет никаких межнациональных каких-то вопросов. Если есть, мы их решим. Понимаете, при такой обстановке мы сидим, это власть, да, мы же заблюдаем законы. Мы идем куда? Мы идем в суды, лично я. Я поверил в закон, но мне доказывают закон ничто. Мне доказывают. Мне, я родился где-то там в Бауле, да, в Чеченой Ингушетии. И, соответственно, мы ходим и понимаем люди, которые это пишут, настолько лицемерные лжицы, которые ненавидят закон. Мы, они презирают закон. Приходя в суд, мы говорим, так от вас надо защищать закон. От вас вы опасны. Нет, я реагировал, просто никаких проблем. Национальных нет. Я уважаю любого человека, который уважает меня, мою нацию, мою веру. Если нет, тогда другой вопрос. Поэтому, вот это, попытки уменьшить изучение национальных языков, чтобы русский в Чечне или там Татарстане изучал национальный язык, это есть проявление как раз вот, не любого нашей национальности. Презрение, искажение истории прошлого Руси, то же самое. Все это взаимосвязано. И излишнее проникновение РПЦ, русской церкви, во власть, то же самое. Вы что, хотите, что мы молчали? Так не может быть. Почему это произошло, на ваш взгляд? Презрение знает, или он ничего не знает? Давайте я встану. Вы знаете, я отвечу вам анекдотом. Свергли правителя, и народ радуется, и старушка плачет. Я говорю, бабуль, ты что плачешь, радоваться надо? Он говорит, да, вы не жили при предшествующем. Вы знаете, я все пытаюсь понять в сравнении. Да, у президента очень много недостатков, мне приходилось лично с ним общаться. Многие вещи он просто не знает, но он глубоко убежден, что он знает эти вещи. Ну, как мне кажется, он не является злоноверенным человеком. Ту систему судов, что он создал, она полностью коррупционная, я с вами согласен, она полностью непрофессиональна. Если нет оправдательных приговоров, если после... Вот смотрите, как интересно данные статистики. Из тех людей, что не обращались в суды, 80% людей судам доверяет, а 20% не доверяет. А с тех, что обращались в суды, 30% доверяет, 70% не доверяет. Но если гражданское дело, а судья же на вне калинии, что гражданское дело пользует одной из сторон, то есть, даром 50 на 50, по меньшей мере, нет, оказывается, даже сторона, выигравшая суд, все равно суду не доверяет, просто сталкивается с этими вещами. Вы здесь правы, конечно, абсолютно. Но я вот с вами в чем согласен. Действительно, пока этот закон не заработал, пока он не принял, мы должны идти к тем чиновникам, которые являются, возможно, нашими союзниками. Кто это такие? Это ФАДН, федеральное агентство, это, наверное, миграционные органы, это, наверное, МВД. Министерство образования, я думаю, не является здесь нашим сторонником. Эти ребята, они, кажется, это дело и лоббируют. Министерство культуры тоже, к сожалению, боюсь, мы там их не услышим с товарищем Мединским. Но наверняка можно найти наших союзников и в Думе, и в администрации президента, которые могут нас услышать и могут понять, что это же удар не только по маленькому народу, который начинает взывать свой язык, это удары по-русски, потому что русский парень может изучить национальный язык, и вот когда кто-то с ним начинает говорить, он понимает, о чем говорят. Когда говорят рядом с ним, он понимает, что ему говорят, комплименты или наоборот с ним смеются, а так его лишают возможности, понимаете, быть полноценным гражданином на той земле, где он живет. Поэтому эти вещи, я думаю, они нуждаются в осмыслении. Я думаю, что мы сможем их донести, по крайней мере, если предпримем здесь к этому меры. Я не отвечаю, я просто ремарку. Во-первых, я не сомневаюсь, что этот закон будет принят, он будет принят. Он будет принят, как закон яровой. Буквально на днях Греф высказался. Он назвал всех серой массой. Еще хуже пошел. Я своей эмоциональностью написал, выставил, назвал вещи своими именами, на утро его нет. То есть, власть уже действует. Как бы мы здесь в Кулуархе не говорили, уже механизм запущен. А почему мы говорим, вот я начинал с того, что я русский язык люблю и на русском языке воспитывался. Но когда говорит Жириновский, мне хочется забыть этот язык. Почему? Потому что он представляет себя русским, он говорит такие вещи и власть его не то, что терпит, это рупор. То, что должно быть через год объявлено, он говорит сегодня. И маленький пример. Сравнение, вот, как Дагир говорит, национальное. Вы помните все Буденовское. Я не хочу как броварство это сказать, но когда я еще при должности был, когда я понял, что это такое, я вызволился сам, потому что я считал морально ответственным за этот рейд. И под пули, Ковалев на себя все написал, это Аллах лучше знает. Благодаря Аллаху и мне, которую, Басаев, он прекрасно знал мой характер, знал, кто он такой, кто я, 1200 человек были освобождены. Это есть наш менталитет, это есть наши народные. Если бы этого не было бы, если бы я был из серой массы, я бы точно так же, да подумаешь там, 1200. А Жириновский в это время в семейных трусах, пьяных дребезги, заставил, это я публично говорил и сейчас повторяю, заставил этих военных сделать штурм и 27 человек погибло. После этого он быстро сбежал. Без национального нет государственного. без государства нет национальности. Если мы федерации, значит, уважайте нас, мы уважаем вас. Дело не в языках сейчас. Примут закон, не примут, но дело в том, что это начало конца этого государства. Начало конца. Об этом надо думать. Мы в государстве находимся. Мы дополняем друг друга. Кирпич на кирпич. И если с середины взять кирпич, уже дыра будет. Еще они, еще больше. То есть мы просто простые, смертные, но в то же время каждый из нас составляет свою семью. Каждая семья составляет свой род. Каждый род составляет свое село. И так далее. И мы доходим до уже центра Москвы. Мы составляем Россию. Арбима Макаева еще в советское время говорил немало нас чеченцев у России немало нас нерусских у России чеченских и иных кровей, но имена носящих непростые, но простых российских сыновей. Почему именно это не преподнести? Я был судьей в советское время, я был судьей в России, я был председат конституционного суда. Я вам не то что подтверждаю голову на отсюда, что у нас нет правосудия. В советское время было правосудие. Ну, где-то там телефонные права, но мы боялись партии. Я лично боялся, потому что любой мог написать партком судья, а не судья, а сегодня одним рощерком просто назначают судью, и он считает, что он царек, и плевать он хотел на закон, и плюют. Поэтому дружба народов не должна быть словесной, она должна быть реальной, независимой от национальности вероисповедания. Вот тогда мы будем иметь твердое государство. отец отец государства. Продолжение следует...